МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работники предпенсионного возраста защищены от увольнения законодательно. Несколько часов назад Госдума в третьем чтении утвердила новую статью Уголовного кодекса. Теперь за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение пожилых сотрудников предпенсионного возраста грозит реальное наказание. В статье А144 Уголовного кодекса устанавливает штраф в размере 200 тысяч рублей или обязательной работы сроком до 15 суток. В примечании к поправке законотворцы определили, что предпенсионный возраст – это 5 лет до назначения страховых выплат по старости. Напомним, впервые о защите этой категории граждан высказался президент Владимир Путин в конце августа во время своего обращения к гражданам о пенсионной реформе. Сегодня проект в окончательной редакции поддержали депутаты трех фракций Государственной Думы, кроме КПРФ. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта норма закона, скорее всего, будет носить превентивный характер. Адвокат Мария Матузна, обвиняемая в экстремизме, попросил суд прекратить дело подзащитной. Судья, в свою очередь, отложил заседание до 9 октября. Именно тогда, как надеется защита, дело будет прекращено. На сегодняшнем пятом по счету заседания ожидалось, что будут заслушаны свидетели защиты, а также представлены результаты независимой экспертизы. Однако вместо этого адвокат допросил только саму Марию. По ее словам, во время допроса ее ввели в заблуждение и дали подписать уже готовый протокол допроса. В то же время Мария подтвердила, что размещала картинки без умысла кого-либо оскорбить. После этого адвокат Роман Ажмегов обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. При этом он ссылался на недавно принятое постановление Верховного суда России, которое рекомендует принимать во внимание умысел подсудимого и многие другие факторы. Прокурор запросил дополнительное время для ознакомления с ходатайством и судья перенес заседание на 9 октября. Сама Мария во время и после суда заметно нервничала. Потому что такое ходатайство очень важно, прекращение уголовного дела в связи с этим пленом, на него большие ожидания возлагались. А в итоге, не знаю, лично для меня это выглядит просто реально как какая-то издевка. Что раньше они спокойно все ходатайства просматривали, а сейчас прям две недели потребовалось. Сторона защиты надеется, что на следующем заседании суд прекратит уголовное дело. Если же ходатайство отклонят, адвокат заявил, что продолжит свою линию, доказывая невиновность подзащитной. Подробнее о том, как проходило слушание, в ближайшем выпуске новостей. До декабря больше 40 тысяч жителей края должны заплатить налог на доходы. Примечательно, что ООН может взиматься с людей, которые не только, например, выиграли в лотерею или получили подарок, но и даже взяли кредит или сделали денежный вклад. О последних налоговых изменениях сегодня рассказали журналистам сотрудники Алтайского управления Федеральной налоговой службы. Подробнее Елена Макаренко. Осень. Время платить налоги, говорят сотрудники надзорного ведомства. Рассылка квитанции около миллиона двухсот штук по почте и в личном кабинете на сайте уже началась. Как и в прежние годы, самые большие суммы начислены собственником транспортных средств. В общей сложности 621 тысячи автовладельцев должна пополнить краевую казну на 2 миллиарда рублей. Еще миллиард. Ждут от тех, кто владеет домом или квартирой. На 20% вырос имущественный налог с физических лиц. Новшество этого года – налог на доходы физических лиц. Его должны заплатить 42 тысячи жителей КРА. Арендодатели паевых земель, получатели страховых взносов и победители лотерей. Так, для одного из счастливчиков налог от выигрыша составит 900 тысяч рублей. Это был выигрыш по 35% полученный физическим лицом в натуральной форме. Но подразумеваем, что это была квартира. Также были автотранспортные средства, сумма налога 300 тысяч. Впрочем, налог на доходы может ждать даже тех, кто оформил кредит или сделал банковский вклад. Правда, процент по займу должен быть ниже, а по вкладу выше, чем ставка рефинансирования. Скоро говоря, ставка рефинансирования – 8,5% Центробанка. Соответственно, если он берет кредит под, скажем, 5%, то разница между третью и пятью процентами, там 1% облагается. А вот земельный налог в этом году по сравнению с прошлым заплатят на 240 тысяч земляков меньше. От оброка освобождены пенсионеры, имеющие в собственности не больше 6 соток земли. Заплатить налоги можно до 3 декабря. После за просрочку начислят пеню. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. Глава Сибирского сельсовета Первомайского района объявил голодовку. Таким образом, он решил выразить протест администрации района, которая, по его мнению, не подготовила населенные пункты к отопительному сезону. Голодовку объявил Олег Баронин. Он считает, что поселок Сибирский совершенно не готов к зиме. Часть приборов газовой котельной демонтирована. Сама она обесточена, опрессовка и утепление теплотрасс не проводилось, а теплоснабжающая организация вообще не определена. Из-за этого подчеркивает Баронин под угрозой теплоснабжения местной школы, детсада и других социальных объектов. Глава сельсовета требует немедленной подготовки всех коммунальных сетей, формирования необходимого запаса угля и организации работы коммунальных предприятий. От правительства края глава сельсовета просит финансовой, ресурсной и материально-технической помощи в подготовке к зиме. Свои требования Баронин подробно изложил на странице в Facebook. Пока их не выполнят, подчеркивает глава сельсовета, он будет голодать прямо на рабочем месте. За этим нет никакой политики, ничего личного, никакой политической борьбы, никакой ненависти. Просто я на сегодняшний день как человек, болеющий за территорию, понимаю, насколько все страшно, и мы исчерпали наши другие возможности, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Отметим, голодовка не является сухой. Баронин будет пить минеральную воду, крепкий чай и кофе без сахара и курить. По его мнению, это необходимо для того, чтобы как можно дольше исполнять свои должностные обязанности. Добавим также, что в администрации Первомайского района оказались крайне удивлены голодовке Баронина. Районные власти считают, что предпринимают адекватные меры по подготовке к зиме и ЧП не допустят. 26 сентября вопрос подготовки к зиме в Алтайском крае обсудят на правительственном части в АКЗС. Следственный комитет по Алтайскому краю разбирается в обстоятельствах смерти подростка в Зато-Сибирске. Пару дней назад в военном городке было обнаружено тело школьницы, которая покончила с собой. Девочку нашли за бомбоубежищем. По словам местных жителей, скорее всего, девочка совершила самоубийство, и причиной могли стать частые конфликты с матерью и отчимом. В местной администрации, напротив, утверждают, что семья всегда считалась благополучной. В школе, где училась 15-летняя девочка, дети называют ее тихой, спокойной. Никаких ссор с ровесниками не замечали. Мы с ней общались, что у нас просто было бездарственное. Она же с ней вела себя тихо. Она не общительная была. Похороны школьницы прошли накануне. Родители пожелали, чтобы они были закрытыми. К другим темам. Легенда телеиндустрии на Алтае. Основатель «Дождя» Наталья Синдеева приехала в Барнаул пообщаться с журналистами сибирской медиагруппы. Она рассказала о создании канала, о работе современной редакции, о том, как региональной журналистике не потеряться в федеральном медиапространстве. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Если ты ваше поверишь, если ты хочешь, чтобы эта мечта была реализована, ты должен все сделать для того, чтобы ее реализовать. Она поверила и создала. Первый эфир состоялся в 2010 году и стал глотком свежего воздуха федеральной телеиндустрии. С экрана эксперты обсуждали политику и острые вопросы. Но четыре года назад канал отключили все спутниковые и кабельные операторы. Удержаться на плаву помогла помощь зрителей и переход на совершенно новую бизнес-модель. Мы должны делать такой продукт, который захочет человек купить. Вот он должен захотеть купить подписку. Это все по-другому. Это очень сложно. Но мы перестроились и мы смогли поменять всю команду теми же людьми, как бы начать работать в новой бизнес-модели. Наталья Синдеева – живое доказательство того, что свободное телевидение существует и пользуется спросом. Сейчас у телеканала 70 тысяч подписчиков. Причем люди идут не просто за новостями, а конкретным журналистам, которым доверяют. Личный бренд корреспондента является драйвером и региональной журналистики, считает Синдеева. Когда я говорящий глава. Ну вот говорящий глава, который зачитывает новости, и тогда это все проходит мимо. Ну и что, да? Поэтому я бы пыталась вот прям растить своих собственных звезд. Те истории, которые она рассказала, показывают то, что невозможного нет. И вот для себя там я подчеркнул, что даже находясь в регионе всегда можно найти какие-то интересные истории, которые сделают даже твою региональную повестку выдающейся. Вывести региональное СМИ на лидирующие строчки, сделать его конкурентоспособным в федеральном медиапространстве можно, убеждает Синдеева. Но для этого нужно постоянно экспериментировать, пробовать новые форматы, развивать соцсети, привлекать аудиторию, вести с ней диалог и создавать уникальную повестку. Иначе зритель просто переключит кнопку. Приндитант Керова, Николай Шилко. Наши новости. В эти минуты в краевой столице открывается третий всероссийский молодежный фестиваль имени Валерия Золотухина. За несколько часов до официального старта актеры рассказали журналистам о том, каким обещает быть фестиваль. В нем участвуют 15 коллективов из разных регионов России. На протяжении недели они сыграют свои лучшие постановки. Каждый день в программе по три спектакля. Уже сегодня вечером зрители увидят постановку Новосибирского театра Васа Железнова. По традиции на фестиваль приедут у знаменитости в заключительный день. 30 сентября выступит московская студия со спектаклем «Мамаша Кураж», главную роль в которой исполнит народный артист России Ольга Дроздова. Отмечу географию. Петрозаводск, боже ж ты мой. Карелия, вон она где. Мирный, город мирный. Я хочу пожелать фестивалю, чтобы зритель, увидев спектакли других городов, все равно сопрягался, соучаствовал. Сегодня в честь открытия фестиваля на крыльце МТА пройдет танцевальный батл, выступят барабанщики, рэп-исполнители. Но подробный репортаж о торжественной церемонии открытия смотрите завтра. А тем временем для барнаульских артистов готовят настоящий подарок. Впервые за много десятилетий в Краевой столице строят служебное жилье для сотрудников сферы культуры. 91 квартиру распределят между актерами и музыкантами краевых театров, филармонии, ведущих ансамблей. Сегодня порог будущего дома переступили первые его будущие квартиранты. С ними и наша съемочная группа. Тот случай, когда вид из окна самый лучший, ведь он из твоего дома. Актеры-солисты театра мускомедии Михаил Лямин, сыгравший Ползунова, Юлия Пермякова, их сын Ваня, первый, кто поднялся в будущую квартиру. Мечты о своем жилье актеры два года вынашивали в стенах общежития, как и их коллеги. Скажем, вот такое пространство, и здесь у нас муж, у меня как настоящий Ползунов, он делает все домой сам. Он сделал, сколотил такой столик, здесь машинка, здесь плита, здесь раковина, все очень удобно, все рядом. Но вдвоем поместиться там очень сложно. Мы в общежитии живем, у нас и кухня, и туалет, и комната составляют вот эту всю площадь. А это всего лишь одна комната здесь. Сейчас жилье, это как чуть ли не смысл жизни для молодой семьи. В этом году строительство 16-этажного дома культуры внесли в краевую адресную инвест-программу. На него выделили почти 300 миллионов рублей. Официально очереди на жилье среди работников культуры нет, но потребность в квадратах огромная. Служебное жилье обеспечит квартирами сразу 91 семью, то есть сотни ведущих артистов. Большой у нас был отток молодых артистов, музыкантов, хореографов, другие регионы. Мы решили эту историю развернуть в обратную сторону, чтобы наши выпускники оставались здесь. Первое и самое главное – это жилье. Многоэтажку строят почти в центре, на улице Сизова, неподалеку от главных объектов культуры. Сейчас строители возводят технический этаж, после этого займутся отделкой. Это быстро возводимое жилье, но и с другой стороны оно детально проработано внутри квартиры помещения. То есть оно удобно по самому расположению комнат. Комнаты квадратные, комнаты светлые, с большими окнами. Больше 20 квартир выдели театру мускомедии. Это самая большая квота. Также квадраты получат актеры театров драмы, кукол, филармония, оркестр Сибири, ансамбль Алтая, а также преподаватели артистов. Дом культуры должны сдать уже в этом году. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей, каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае переменная облачность, возможны дожди и грозы, но уже не такие затяжные. Воздух заметно теплее. В Белокуре, Хибийске и Рубцовске до 18 тепла, в Олейске – 17. В Барнауле возможен дождь и ветер южноумеренный и днем до 19 выше ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.